Юго-восточные утёсы расположены в Мисс Бичхэт, высочайшая 162 метра. Меловая скала в Великобритании. Интересно, что несмотря на название пиков в группе скал не 7, а 8. Государственный парк побережья вдоль утёсов Севен Систры менее подвержены влиянию человека. И съёмки дуверских скал в исторических фильмах иногда приходили именно в этой местности. Робин Гуд, Принц Воров, Искупление. Вот довольно-таки та погода, которая там может вас встретить. Как вы видите, первые кадры были сняты из дронов в хорошую погоду. Эта же погода, которая была вчера. Вчера был довольно-таки сильный ливень там, мы попали. А вот это вот кадры из другой моей поездки на Севен Систры. Когда туда нужно ехать? Конечно же, летом в хорошую погоду, когда не будет дождя, потому что вместе с дождём очень сильный ветер. Настолько сильный, что у вас даже скользятся, слезатся глаза. Как я туда добирался? Непосредственно мне было легче всего поехать на Лондон-Бридж. И с Лондон-Бридж лучше всего брать с собой ещё побольше людей, чтобы это было больше двух человек, потому что тогда будет crew, как бы скидка, когда много людей, family, скидка. Так дешевле, когда больше людей, так дешевле, потому что вот так вот работает. У меня был train line, скидка, я уже не забыл, как скидка называется. И, собственно говоря, на троих человек в обе стороны, если мне не изменяет память, вышло приблизительно 40 фунтов. Вот, садитесь на трейн с Лондон-Бридж, он приблизительно едет 60 минут. В поездах есть туалеты, довольно-таки удобно, комфортно, быстро доезжает. Остановок, кажется, 8 проезжает через Гатвик. Вот, лучше всего ехать туда в будние дни, не в субботу, не в воскресенье, потому что в будние дни там меньше всего людей. Берите с собой какую-то трекинговую одежду, что-то подобие кроссовок, и также какую-то курточку ветрозащитную и влагостойкую. Моя же курточка North Face, она, можно так сказать, выдержала испытание, потому что дождь был недлинным, недолгим, приблизительно так, по 20 минут, около того. Но мы успели намокнуть и высохнуть за это время, когда мы прошли эти всех 8 утёсов. Я могу сказать, что один из таких интереснейших моих поездок на Seven Sister, когда вот промок полностью и вот высох. Старайтесь идти не быстрым шагом, держите постоянно один и тот же темп. На подъёме кто может, идите прямо, кому силы не позволяют, либо лишние килограммы, килограммы, ходите зигзагом, так проще всего. Здесь приблизительно видно, какая может быть погода, когда её нету, да. Вот, курточка мокрая, всё мокрое. Берите с собой кепку, если будет дождь, тогда капли не будут вам задувать в глаза, не будут попадать в глаза. И также и ветер. И от солнца защищает, и от ветра, и от дождя. Вообще кепка это must-have, я бы так сказал. Вот, довольно такой вот сильный ветер. Люди там были и в майках, и в шортах, они все попромокали. Я с собой беру сумку, пауэрбанк, воду обязательно. Если есть какое-то яблоко, какая-то конфетка, что-то сладкое, берите с собой. Возможно даже, не знаю, майку переодеть, либо ещё какую-то кофту, чтобы поменять, если вы намокнете, если пойдете в плохую погоду. Даже летом, даже когда очень хорошая погода, сильный ветер, настолько сильный, что, ну, промёрзнете, я бы так сказал. Вот здесь я записываю видеоролики, где я отжимаюсь для своего другого канала, где типа а-ля выставляю мотивационные ролики. Это так по фану, по приколу. Вот, чем бы дитя не бавилось, чем бы дитя не чешилось, лишь бы не плакало. Люди вот так вот в бег делают эти все восемь утёсов. Кто на скорость, кто как. Также пролетали там такие вот кукурузники, или как это называется. Не знаю, такие вот самолёты там пролетали, старые. Старайтесь пройти до самого, ну, постарайтесь, как бы, пройти эти все восемь утёсов. И, ну, с одной стороны, как вы видели, откуда я поднимался. Вот. И дойти до этого пирса, до маяка. Там можете купить мороженое, там можете покушать, кофе себе взять, книги какие-то купить, довольно тоже-таки интересно. Вот. Прошли мы, получается, все эти восемь утёсов, и приблизились уже ближе к маяку. Там есть два маяка, один красный в море, высоченный, красивый, и один такой поменьше. Сейчас, по идее, должно было бы... Сейчас вы должны, в принципе, видеть его. Значит, я, походу, не добавил. Тот, который видно, вот, издалека, когда вы идёте по этим всем утёсам, он довольно-таки маленький, но его видно. Такие там автобусы проезжают, этот автобус подороже, а следующий автобус 2 фунта, мы платили за него 2 фунта. То бишь, всё это путешествие, оно, в принципе, не есть таким каким-то дорогим. На Брайтоне есть вкусные столовые, где можно набрать себе покушать и заплатить где-то в районе 12 фунтов. Вот, как видите, там на Брайтоне есть такая вот, как она называется, кассел, церковь, храм, не знаю, но довольно прикольно. Рядышком такой вот парень на велике делает какой-то особый муд. Ну, в принципе, я всё, что мог, всё уместил, постарался рассказать, как это всё вижу, понимаю я. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, don't be shy, put your comments below. And yeah, thanks guys for watching this video. I really appreciate. See you soon. Bye.